В частности, сегодняшнее занятие у нас посвящено... Вообще вся тема – это логика. Логика называется «Логика для жизни». «Еда – это жизнь», и мы сегодня будем говорить о логике «Смешно». Идея такая. Есть несколько этапов понимания логики. Первый этап, условно говоря, животный этап. Когда люди сами по себе соблюдают законы логики, понимают, что ему лгут, не знают почему, не могут это вербализировать, рефлексировать. Я буду многих словов говорить. Если вы не понимаете, напишите в чате, или лучше в Google обращайтесь, он делает перевод. И люди начинают использовать логику автоматически. Второй этап, когда люди начинают логику понимать. Ну, как мы сегодня, у нас этот режим запустился, и мы начинаем видеть нарушения законов логики и говорим о первой, о второй стороне. Вообще глупо. Смотрится, люди там себе показывают один, два. Ну, это, конечно, пройдет. У нас режим обучающий. То есть мы пытаемся более концептуализировать, ну, как бы рафинировать это все, чтобы потом в жизни в автоматическом режиме уже это проделывать. Это второй уровень, второй уровень логики. Есть третий уровень логики, который мы сейчас сегодня прямо перейдем. Это уровень нарушения соблюдения законов логики. Когда мы одновременно и нарушаем, и соблюдаем. Это, я понимаю, может лопнуть голова, но это юмор. На этом основано следующее. Мы говорим какую-то фразу, и при первом приближении нам кажется, что это нарушение законов логики. И мы пугаемся. Ну, там есть микро-микро такой, в какой-то момент мы пугаемся, а затем мы расшифровываем, понимаем, что это не нарушение. И мы расслабляемся, и у нас такой выброс эмоций происходит нам смешно. Ну, например, в данном случае российские мужчины, они следующим образом смеются. Я много раз показывал, покажу еще раз, как у нас в России мужчины смеются. Это был смех третьего уровня, самый такой смешной, который может быть. Но в данном случае мы будем его развивать дальше. Я беру три закона логики, и по каждому из трех законов логики я беру одну шутку, которая основана на этом законе. Мы ее прокачиваем и начинаем шутить, например, по первому закону. Используя первый закон. Потом второй закон. И так, сколько времени остается, у нас 60 минут на это занятие. Ну, давайте все, вроде бы, вступительная часть готова. Пожалуйста, какие есть вопросы, пожелания перед началом? Дальше. А для диалектической логики тоже имеются шутки? Электрическая логика есть сама шутка. Шутка Гигеля. Как он сказал, дух шутки. В этом мире весь мир пронизан духом шутки. Это единственное, что я понял из Гигеля. То есть в мире какой-то есть дух, и он все пронизал, и это шутка, скорее всего. Спасибо. И переходим к первому закону и первой шутке. Называется она... Да, Николай. Да, Роман Григорьевич, у меня есть вопрос. Вопрос следующий. Как определить границу между шуткой и глупостью? Ну, потому что бывают случаи, когда смотришь на человека, он пытается пошутить, но такую глупость несет. Вот как это различить? Как сделать так, чтобы самому не попасть в это? Ну, все вы различаете. Различается следующим образом. Шутка – это действительно хождение по грани. Это всегда риск. Риск того, например, что вас не поймут, что вы говорили не ложь. Что в данном случае вы вот именно так выстраивали, предложили. И вот это будет шутка. А если человек пытается, действительно, но вот этого перехода нет между непониманием, пониманием, что это ложь и пониманием, что это не ложь, если нет такого перехода, это не смешно. Ну, только интуитивно. Ну, сейчас мы посмотрим. Сейчас вы будете шутить, и мы будем всех оценивать. Должен быть очень четко виден этот переход, чтобы люди замечали, когда она произошла, эта шутка. Да. Понятно, что есть такой эффект, я знаю, у нас сегодня это уже произойдет, это когда много шуток, и человек входит в режим более чувствительный к шутке. И тогда любая, знаете, пальчик покажи, и люди будут смеяться. Вот. Но это, конечно, просто облегченная задача. То есть, поэтому Comedy Club собирают много людей, они начинают смеяться, и тогда, что ни говори, уже смешно. Мы будем говорить как бы по-чистому. То есть, как бы с не смешно до слышно. Сейчас проверим. Итак, первый... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!